Итак, приветствую с вами друзья и гости канала. Сейчас посмотрим с вами интересный дуплекс, который продается за адекватные деньги. Сразу говорю, дуплекс 142 квадратных метра, их два штуки. Один с правой стороны, другой с левой стороны. У каждого дуплекса есть подвал, подвал вам бьет бонусом. В подвале у нас стоит все отопление, которое имеется. Ну и давайте в подвал все-таки смотреть не будем, а посмотрим с вами непосредственно дом. Находимся мы в с вами районе, который называется Малый Ахон. Здесь рядышком есть озеро. Недавно я, в прошлый год, рыбачил. И давайте посмотрим, что же из себя представляет данный дуплекс. Кстати, дом с документами можно оформить в том числе и в ипотеку, а можно в доме купить целиком. Как видите, сделана штукатурка, сделана вся разводка. В общем, все сделано. Внизу у нас кухня, кухня-гостиная с возможностью выйти, ребят, куда? Ну-ка давайте. Да, на свою такую небольшую территорию. Сразу говорю, дождик идет, поэтому буду снимать очень аккуратно. Вот на территории она есть. В принципе, даже что-то можно посадить, даже пальму посадили, ребят. Дом находится на трех сотках земли и, соответственно, разделен на двоих хозяев. Что касается санузла, вот здесь внизу у нас имеется санузел, такой нормальный, стандартный для таунхауса. И в целом, в целом, в целом для кухни нормально. Что хочется отметить, вот даже с этого первого этажа мы с вами можем видеть море. Притом море здесь довольно-таки хорошо просматривается. В данном доме газа нет, есть электричество, сделаны теплые полы, сделан у нас, идет бонусом электрический котел. В общем, бойлер, все здесь уже сделано, от слова совсем сделано. Здесь же мы с вами видим санузел небольшой, да? Получается, вот в этом месте должен находиться у нас горшок. Ну, и вот здесь у нас душевая. Ну, и вот здесь две детские спальни. Одна спальня, да, небольшая, но в принципе, в принципе, посмотрите, даже оконные группы хорошие. В принципе, смотрите, у соседей то же самое. А можно купить и целиком, на двоих. В общем, каждая половинка 142 квадратных метра и в три этажа сделано. Ну, и вот, соответственно, вторая спальня есть. Тоже со второй спальни, что мне нравится, вид идет на зелень и вид идет на зелень. Ребят, на море, на море, на море, как вы любите. Ну, и, конечно, фишка данного дома, это, конечно же, третий этаж. Это хозяйская спальня, такая, какая она и должна быть априори. Да, лестницу нужно доделывать по-своему, каждый сделает, как ему хочется, как ему угодно. Ну, и здесь мы также видим санузел и вот здесь уже идет такая небольшая, небольшая спальня хозяйская. Ну, фишка, ребят, этой спальни в том, что здесь есть такая терраса, на которую вы можете выйти, на которую можно поставить, не знаю, все, что угодно и наслаждаться вот таким вот потрясающим видом. Вид реально хороший. Теперь давайте из плюсов. Плюс это вид, даже в такую плохую погоду, все равно вид хороший, хотя я понимаю, что надо дома снимать обычно в хорошую погоду. По локациям мы с вами видим, да, что здесь вот они две многоэтажки стоят и вот именно с этой стороны рядышком у нас автобус. До автобуса на остановке прям буквально эти полторы минуты, это большой плюс. И, конечно же, из плюсов, это хорошая дорога. Да, дорога, которая идет у нас на смотровую площадку Ахун, но дорога, ребята, чтобы понимали, комфортная. Я на ней, как бы по ней проехался сейчас, лучше, чем на Красную Волю, лучше, чем в поселок Звездный, лучше, чем в любое другое место. Это тоже нужно учитывать. Поэтому, в целом, я считаю, что хорошая альтернатива квартире, да, вот если хочется все-таки три спальни, если хочется кухню-гостиную и тем более вот эта цена, как бы, мягко говоря, ну, я считаю, что адекватная, учитывая, что здесь вся сложная работа сделана, по большому счету, цена вот этого, да, видового 10 миллионов, а вот рядышком, который у нас невидовой 9 миллионов рублей, я считаю, что цена очень даже привлекательна, учитывая, что дом со всеми документами, учитывая, что вся работа сделана, по большому счету, здесь остается только вставить розетки, остается сделать сантехнику, ну, и, соответственно, натянуть потолок и стены просто, не знаю, там, поклеить хорошими, красивыми обоями, ну, и кинуть, конечно же, ламинат либо плитку, смотря к чему у вас лежит душа. Я считаю, что в целом неплохо, ребят, как бы, кто-то говорит, нельзя говорить слово неплохо, да, ребят, в целом хорошо, даже я сказал бы, для среднестатистической семьи вариант будет хороший. Опять же, из плюсов, это зеленое место, это вид, опять же, да, это у нас есть возможность припарковать свой автомобильчик, это тоже большой плюс, опять же, это все у нас с документами, все в порядке, это тоже большой плюс, ну, и, конечно же, подойдет для тех, кто хотел бы у нас купить, например, тот же самый, ну, не знаю, там, дом на двух хозяев, например, вот я вот вижу, например, моим бы родителям и сестре подошло бы, да, вот, например, как бы, ну, опять же, да, все вместе получилось бы 19 миллионов, а так отдельно по 10 миллионов и уже, в принципе, не так сильно режет у нас глаз. Да, конечно, здесь тоже плотная застройка, ребят, я с вами соглашусь, но если вдруг хочется, чтобы земли было побольше, то это уже другая цена, ребят, здесь ценник тоже на землю не низкий, здесь рядышком и озеро есть, здесь рядышком, и там, как бы, есть места, где можно поохотиться, в конце концов, на пернатых, здесь, в принципе, дорога хорошая, комфортная, без пробок, без ничего, поэтому, конечно, за это нужно платить, опять же, автобус здесь ходит, это тоже большой плюс. И, ну, мне, конечно, вся дорога нравится больше, чем в коттеджный поселок, который находится у нас на улице Звездной, ну, как ни крути, ребят, вот, как бы, вот, я там, конечно, имею квартиру у дочери, но сюда мне было бы подъехать гораздо комфортнее, я знаю, что сюда, например, у меня Надя за рулем спокойно смогла бы и доехать, и уехать, чего не скажешь, например, про то же самое Звездное. Ну, вот, в общем, ребят, как бы так, соседи вот так вот, видите, как пока у нас отгорожено, но, опять же, можно там поставить заборчик, если что, и повыше. Ну, приятно, что есть земля, приятно, что посадили такие туйки у каждого, да, свое, ну, как бы, менут, ну, как бы, такие хорошие бонусы. Но, опять же, парковка имеется, если вдруг вам приоритет будет парковка, и вот сейчас мы спокойно поставили два автомобиля, то можно парковку сделать вот до того, что вот с этой стороны. Дорога, кстати, вся хорошая, я бы сказал, даже шикарная, лично мне здесь понравилось, единственное, что темно, но, опять же, окна тонированные, зонированные, поэтому, видите, как бы, кажется, что света не хватает. Но, если мы посмотрим с вами углы дома, то они все сухие, ребят, поэтому, я думаю, претензий нет. Здесь тоже было окно, его убрали, потому что и так окон слишком много. Ну, и вот так вот здесь у нас все получилось. В заключение хочется сказать, что я думаю, что эти деньги стоят, потому что это все-таки не черновой дом, и место, в принципе, хорошее, многим понравится. Я, в любом случае, себя вижу только в городе, я себя не вижу в селе, я себя не вижу где-нибудь. А вот если, например, дом хотел бы построить, да, то, конечно же, тоже рассматривал, либо тоже горы Охутно рассматривал, либо еще что-нибудь, ну, чтобы было тихое, спокойное место, чтобы, там, не знаю, там, чтобы действительно можно было наслаждаться видом на море и так далее. В общем, ребят, если вдруг понравился данный дуплит, звоните, пишите, с большим удовольствием помогу вам его приобрести. Ну, и в целом, я считаю, что для 142 квадратных метров цена с чистовой отделкой, со всеми документами, с разводкой, с теплыми полами 10 миллионов, это нормальная, адекватная цена. Можете перемножить цену за квадратный метр и получите, ну, как бы, свой результат. Ну, а теперь, ребят, всем пока, спасибо за просмотр и поехали мы с вами дальше.